Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1332. Событие дня. Псалом 72, 25. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце моё. Бог твердыня сердца моего и счастья моя вовек. Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут. Ты истребляешь всякого отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование моё, чтобы возвещать все дела твои. Объявление. Курсором стукнуть и здесь, и надавить, и можно продлить, чтобы считать можно было. Оле Иисусе Христе, это было. Оле Иисусе Христе, это было. Благослови, Господи, въездру. Благослови, Господи, въездру. Игнатий Тихонович, мир вам, помогите. Помолитесь за Андрея Петрикова. Позывной кошмар. Это командир взвода первой роты нашего батальона по званию старший лейтенант. Он издевается над людьми и в пьяном состоянии. Избил меня, бил табуретом по спине, ногами по животу, по голове. Разбил мой телефон, бил по голове, заставлял отжиматься после полигона. Когда сил не было совсем в руках и вообще становился на спину, ходил по ней, прыгал, закрывал на яме в темнице. Заставлял ползти за ним на второй этаж, мыть сортир. Ну, разве что током не бил, но хотел. Посмотрел на мой сломанный телефон и на зарядное устройство к нему. Не нашел там батареи, которая отлетела куда-то в сторону. И это все под предлогом того, что я якобы жаловался начальнику штаба на него. Но я не жаловался. Я даже не знал, где кабинет начальника штаба. Ранее я от него терпел один раз побои, заставлял бриться меня вафельным полотенцем, отбирал телефон. Ну, в общем, и как всегда в пьяном состоянии. Но я думал, что больше он не будет. А тут не тут-то было. У меня два командира медвзвода, две женщины. Это по их наводке. Попал я в рабство египетское. Молился я за него, но Господь не поставил это чудовище на место. Сколько жизней он искалещал. Многих пытал на яме, многих изувещал, надругивался. Дежурный офицер не мог ничего поделать. Прибегал ко мне и спрашивал, как я живой. Говорил, что будет говорить старшим командирам. Но это все вилами по воде писано. Я не могу ему дать отпор физически, так как это офицер. Меня за него сгноят, забьют всем взводом. Помогите, Игнатий Тихонович. Помолитесь за этого изверга и беспредельщика. Я спрашиваю, это в армии на Украине, где ты как медицинский работник? Еремея 27 стих. Ты влек меня, Господи, я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. Я каждый день в посмеянии. Всякие издеваются надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, крещу о насилии, вопию о разорении. Потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. Плач Еремея 1,16 Об этом плачу я, око мое, око мое изливает воды. Ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою. Дети мои разорены, потому что враг превозмог. Плач один-два. Горько плачет он ночью, и слезы его налонит их его. Нет у него утешителя из тех любивших его. Все друзья из него изменили ему, делались врагами ему. Сергей Кушенко Завела горячая головушка. Как Игнать Ихныч ему говорил, не лезь туда, Наталья Усатая. Помоги Господе Рустику, чтобы через эти скорби он почувствовал себя самым погибшим грешником. По благодати и милосердию Божьему познал Христа. Это в армии, в Донецкой Народной Республике, который сейчас воюет против Украины. Это бывшая Украина, Донбасс. Да, я в этой армии как медицинский работник. Что-то тут еще есть. Сергей Евтушенко пишет. Да какая разница, с какой стороны. Там везде людоеды. Бой затихнет, они друг друга есть начнут. Вот так. Я ему многократно говорил, он нигде покоя не находит. Я в армии, зачем тебе это нужно? Взявший меч от меча погибнет. И вот и смирительная рубашка. Накинута. И те события за прошедший день. Вот этот прошедший день интересный был. Я утром сказал, пойду с жуками бороться. А вы? Зашел я к Игорю, отходов попросили голубей. Ну, он показал, берите, сколько берите-то. Сколько они привезли, да много там. Все убрали. А голуби, эти мешки, которые, теорики, такие сосуды прячут, там ничего. А другие мешки подвешивают мышей. Голуби их расклевывают. И пшеница падает на землю. Ну, тогда мы, то есть, получилось, взяли два рулона Толи. Она давнишние уже спеклась. Там ножом разрезали ее. И кульки делали на мешки, на эти надевали. Я тоже поснимал все это, видно, много времени на это ушло. Но все-таки сделали с Сергеем Пупковым. И в этот же день решили ездить на Каренду. Ягода такая, смесь крыжовника со смородиной, хорошая. Съездили, побрали. Собак взял Сергей, они-то бегали. Тоже засняли, интересно было. Вот он пишет. Есть два младших сержанта у меня в заводу. Один язычник, который носит крест так, как мама заставила. А второй совсем безбожник, не верит ни во что. Последний сегодня открыл газету и считает, в Киеве прошел православный крестный ход, в котором приняли 300 тысяч верующих участия. И потом, мол, хорошо бы туда большую бомбу кинуть. Я никак не отреагировал на это, а просто про себя помолился за него, так как он еще молод. 21 год. Не ведаясь, что молвит. Копирую. И... Вот такой вот день полный был. Возили с голубями. Потом у батюшки сети взяли. Виктор Николаевич, отец умер, Савченко. Сети батюшке отдал. Ну и первый раз сетями поехали ставить. Мне не нравятся китайские сети. Там, ну, если не нравится, запутаешься один раз, ты рвешь дыры. Но пошел я, чтобы снимать, тоже там поснимал немного. Потом вы видите, как такой день был весь наполненный. Ну и на этом все сегодня.